всем большой привет добро пожаловать в мой новый влог мы с вами его вместе начинаем давайте я обещала вам в начале видео отвечать на вопросы сейчас я только вышла из души и проверили как раз наконец-то это сделаю если мне алиса даст она сейчас у меня спит я пока одна дома вот я успела помыться хочу рассказать вам новости я наконец-то решилась на линзы я сейчас сижу в них и это конечно огромный кайф позавчера я ходила к окулисту мне их на деле все рассказали показали подобрали посмотрели кстати после родов у меня зрение упало у меня было минус полтора на два глаза а сейчас у меня правый минус 3 а левый минус 2 как-то вот так получилось вот так что линзу для тоже разные на правом глазу почему-то на минус 2 на левом минус полтора не завидим подбираются меньше чем есть на самом деле вот я это не уточнила если знаете напишите почему так зрение одно а линзы подбирается как бы на другое так вот зрение у меня упало мне все проверили и дали эти линзы рассказали объяснили как чем надевать мне их надели дали книжечку дали инструкцию вот и вечером я потратила часа два чтобы их снять это было ужасно мне вообще в принципе очень чувствительные глаза я думала что я не смогу не смогу вообще их надеть вот но на следующий день получено в общем я их сняла кое-как со слезами на глазах уже не вместе мы это делали посмотрела пол ютуба но мне это не помогло на следующий день нужно было их надевать это был вообще ужас я рыдала наверно полдня потому что мне ничего не получалось я думала что все ничего не получится вот и так не смогла вчера я их вставить все и забил у меня все глаза раскраснелись там даже полупались капилляры это был конечно ужас вот и в общем сегодня вчера точнее я выложила в инстаграм в истории то что у меня ничего не получается мне очень много человек откликнулась что у всех такие проблемы то что все рыдают в первый день на большинство и конечно не все есть те у кого все сразу получается вот и очень многие мне рассказали как они надевают и оказалось что способов просто целая куча и самое главное что мне сказали это чтобы палец был сухой то что одни прилипает из того что у меня палец мокрый в этом растворе который мне дали я пока еще не очень профессионал знаете так первый раз это делаю вот и самый хороший совет мне дала девушка то что вот единственная на все как-то говорили знаете то от тени верхней то тени нижней поставить на зрачок вот но одна девушка мне рассказала что ей в оптике сказали дальним глазом сесть напротив зеркала то есть вы смотрите в зеркало и вот на пальчики у вас получается на указательном крем линза и вы вот сюда вот открыв глаз на глазное яблоко ставите линзу то есть до глазного яблока нам легче дотронуться чем до зрачка и правда я вот так села боком и вот здесь получается открывается большая белая вот эта часть наше глазное яблоко и тогда очень легко поставить сейчас у меня была проблема вот я сейчас вставляла только что линзы то что она я то есть ее ставлю она прилипла и потом она почему-то так скатывается пополам вот но в итоге у меня все получилось и получилось кстати достаточно быстро наверное на минут 20 я потратила от силы я этой девушке безумно благодарна она мне вот прям очень помогла потому что я реально думала что я уже все больше никогда в жизни не смогу надеть линзы сейчас крашу реснички сегодня мне такой день не нужно много чего будет сделать и по дому и вообще вот куча дел у меня разных покажу вам потом отрывочек мы с Женей заделали гардеробную я снимаю это после уже того как мы ее делали я вам покажу обязательно гардеробную вот и еще хотела поотвечать на вопросики сейчас посмотрю алиска ничего у меня капризничает спит вроде вот отвечать на вопросики там задавали вопрос по поводу вот алис хочу сначала ответить приходил ли к нам патронаж нам уже больше полтора месяца нам сейчас больше месяца да к нам приходила медсестра три раза и два раза врач вот и потом в месяц мы ходили на прием и кстати насчет приема мы 11 марта ходили нас посмотрели лор узи нам всего сделали и хирург ортопед все хорошо единственно с не посмотрел окулист и невролог потому что они на больничном вот поэтому не знаю когда мы это будем проходить но наверное два месяца теперь уже вот мы сходили значит на приемы так патронаж к нам ходил еще мне там спрашивали какой витамин да я даю да я даю ей витамин аквадатрим вот вчера единственная первый день его давала то есть не знаю какая реакция не реакция вот ну вроде все было хорошо вчера так что так еще меня спрашивали в вожу ли я уже прикорм или собираюсь ли я водить что ли ну конечно полтора месяца нет я собираюсь водить прикорм где-то к полугоду ничего пока я ей не даю ничего не закупала этом спрашивали купила ли я уже что-то нет ничего пока не закупала это пока еще рано и насчет воды мне тоже спрашивали допаивали я алису нет я считаю что на кругом скармливание вода дети мне нужна я читала статьи исследования вот и для себя решила что я алисе воду давать не буду сейчас немножко синячки замажу а то у меня постоянно в видео пишут что я не высыпаюсь ужасно хотя это у меня просто физиология такая что у меня синяки они у меня всю жизнь независимо от того высыпаюсь я или нет сейчас будут глаза желтые а лицо розовое после душа сейчас я гляну еще какие то вопросы мне задавали так посмотрела мне задавали вопросы хватает ли алисе молока я вам жаловалась в одном из прошлых влогов что у нас был лактационный криз он у нас прошел ровно вот прям буквально дни дня 4 5 можно же меньше он у нас был и все мы избавились от этой проблемы молока стало больше так что да все таки это все правильно был лактационный криз плюс скачок развития все это вместе дало вот такой вот результат вот и еще я рассказывал в прошлой влоге что мы оформили пособие меня просили рассказать про них подробнее на самом деле мне кажется что единственное по россии единое такое пособие это до полутора лет его могут получить все и кто работает и кто не работает а я так как не работаю ну то есть нет у меня трудового договора я не получаю максимально там или какие-то короче получаю минималку вот это ежемесячное пособие до полутора лет там около 7000 у нас платят плюс мы оформили это можно оформить я насколько знаю если вы работаете то у работодателя если вы не работаете то в мфц точнее или в соцзащите ну короче вот я оформляла через госуслуги мост рек у нас по московской области вот дальше еще есть у нас путинские пособия это на первого ребенка которые выплачиваются у нас в московской области около 12-13 тысяч точно не знаю вот но они зависят от дохода то есть вы берете вот я взяла же не взял на работе справки о доходах и по ним уже будут смотреть проходим ли мы или нет там какая-то сумма дохода должна быть в год в общем лучше почитать в интернете и еще мне там писали кстати еще мы оформили на питание там тысячи рублей буквально это я уже давно оформила как только алиса родилась потому что это легче всего было через госуслуги и спрашивали про материнский капитал оформила я его или нет он у меня уже как-то автоматически оформился почему-то я вот зашла в госуслуги у меня там написано что назначение материнского капитала я не ну как бы оформить на моего форме но мы его еще никуда не вкладывали потому что я там почитала нам особо никуда не подходит куда можно его вложить сразу сейчас вот поэтому пока мы его никуда не вкладывали и не планируем если мне написали под видео там стройте дачу на материнский капитал я не знаю на строительство можно его использовать как-то я в этом вопросе вообще не сильно если вы знаете сейчас решил как тональник немножко размазать это напишите если вы знаете куда вообще можно использовать там не знаю на образование детей на пенсию маму можно но ни то ни другое нам пока что не подходит пока алиса маленькая но улучшение жилищных условий ну там уже должны наверное быть плохие изначально ну у нас вроде нормальные условия для ребенка поэтому я не знаю про и прокатит у нас такое вот так что как то так вот в общем я поболтала поболтала с вами уже наверное минут надеюсь наболтала давайте с вами смотреть то что мы делали смотрите этот влог желаю вам как обычно приятного просмотра мы сейчас купили в ике еще одну полочку для обуви сделаем потому что мы сейчас купили еще нового в себе и у нас уже не влезает сюда все и сделаем вот здесь вот полочки сейчас вам покажу и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, вот так мы и сделали полочки для всякой мелочи, потому что было все здесь разбросано, прям раздражало уже. Здесь вот такие контейнеры туда все подряд для обуви, в общем, чистить одежду удобно. Здесь крючки для сумок, здесь контейнеры такой вот мешочек для шапок будет, и еще один я сюда куплю, а вот это вот никуда не придумала я при сандалите, короче, потому что они болтаются неудобно. И здесь вот сушилки для обуви. Здесь у нас будут тапочки, и вот сюда, я как сказала, уже еще один текстильный контейнер будет тоже для шапок. Наконец-то будет это все удобнее, и не будет ничего валяться. Вот и обувь вся разложена поудобнее. Я тут в Икее купила шторки. Сейчас покажу, зачем и для чего такие розовые. Решила я пока временно сделать в гардеробной вместо дверей такие вот шторки. Сейчас я их буду вешать и отпаривать. А чтобы их повесить, в проем я заказала вот такую штангу, это для ванной, для шторки, держатель, в районе 300 или 400 рублей она стоила. Туда сейчас шторки повешу, покажу, как буду крепить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И показываю вам, что же у меня в итоге получилось. В общем, вот на эту перекладинку я прикрепила шторки, все как показала, потом все отпарила. Единственное, подшивали по одной длине, но тут почему-то длиннее, видимо, как-то неравномерно, я не знаю. То ли я отмерила неправильно, то ли девочка, которая подшивала. Ну, наверное, это мой косяк был, потому что вот здесь намного лучше смотрится. Ну, ничего, это исправим. Так, в общем, как все получилось? Давайте я вам сейчас покажу, как можно это все в задвинутом виде посмотреть. На самом деле, ну, как бы я немножечко ожидала другого. Получилось примерно как примерочное в магазине, и цвет штор совсем не такой, какой я ожидала. На сайте Икеи он был намного симпатичнее. Он получился какой-то очень ярко-розовый по отношению к стене. И я не знаю, может быть, у вас есть какой-то лайфхак, как можно немножечко осветлить и обесцветить шторы, чтобы они были менее заметные. Вот, потому что, в принципе, конечно, стала более обособленная эта зона. Сейчас я снова открою. Так, ну, то есть, как бы, теперь это отдельное, как бы, помещение. Мне это нравится. Но цвет штор, вот, мне не нравится. Но, как я уже сказала, это временный вариант. Просто мне уже совершенно надоело то, что там было, ну, то, что видно все очень сильно. Сейчас все как-то приглушено, стало прикрыто и не так сильно бросается в глаза. А сейчас хоть какой-то более-менее вид есть доделанности. Вот, ну, как бы, если есть какой-то лайфхак, чтобы осветлить шторки, обесцветить, я бы им воспользовалась. Так что пишите. Ну, короче, в общем, в целом я даже не знаю, как оценить, нравится мне самой или нет. Пишите ваше мнение. Ну, по мне так получилось, ну, не очень, не то, что я ожидала. Почему мы не можем сразу сделать двери-купе, хотела еще рассказать. Я уже два или три месяца назад даже списывалась с мастером. Я хотела сделать распашные двери, но ни один мастер не берется их делать, потому что у нас здесь, я так поняла, прямая стена. Не за что крепить или еще там какие-то проблемы. В общем, я не очень поняла, почему. Вот, и мне все предлагают делать двери-купе. Купе я вообще не хочу делать, потому что они вечно будут открыты. Но плюс еще у нас здесь проблема в том, что у нас везде теплый пол водяной. И вот здесь как-то нужно крепить к полу вот эту, как-то сказать, рельсу, чтобы дверь ездила. А у нас такой возможности крепить к полу нет. Мы даже вот эти уголочки не крепили на... Как это называется? В общем, мы их просто приклеили, потому что ничего туда в пол нельзя было сверливать. Никакие гвозди, шурупы, саморезы, ничего такого нельзя. Вот, и плюс у меня там еще стоит робот-пылесос. И через вот эту вот планку он не сможет выезжать сам. То есть мне его постоянно придется вытаскивать. А это тоже неудобно, потому что я его всегда включаю удаленно, когда я ухожу из дома. На телефон не включаю, и он уезжает. Вот, поэтому даже не знаю, что делать с этими дверями купе. Есть вариант еще сделать сверху просто направляющий. Но это очень дорого. Это нам насчитали 50 тысяч. Ну, как бы за 50 тысяч, мне кажется, оно того не стоит. И, в общем, пока я вот такой вариант для себя нашла, наверное, будем копить все-таки на вот эту вот верхнюю направляющую. Возможно, я еще какой-то вариант не знаю, а вы знаете. Пишите мне в комментариях. Кстати, в прошлом видео рассказывала, что мы с Женей купили обувь себе. Покажу вам, что я купила. Я купила вот такие вот полуботинки, полусапожки. Себе на весну и, ну, потом на осень пойдет. Получается, вот такие вот взяла кроссы. Кроссовки. Тоже прикольные. Очень мягкие, легкие, дышащие, удобные. И Женя взял себе, прошу прощения за грязь, сейчас весна, без этого никуда. Такие же вот, ну, короче, фэмили лук у нас будет. Вот такой обувь мы себе взяли. В каре была акция три по цене двух. И мы, получается, все пары, по-моему, по полторы, что ли, или по две тысячи были. И мы заплатили только за две. Классно. Ой, надо будет как-нибудь в видео вот это вот все, вот этот песок протереть тоже, потому что руки до этого вообще не доходят. Вот. А так у нас тут красота. Мне очень нравится. Атрибуты 2021 незаменимые. Хочу уже скорее делать сарай, чтобы здесь не стояла коляска. В этом. В коридоре оставлять я не очень хочу в подъезде. Вот. Но здесь она, конечно, тоже мешается. Я хочу сделать скорее сарай, чтобы уже можно было в нем оставлять коляску. Потому что пока что вот так у нас все это стоит. Тоже не очень удобно. Конечно, на место не скажу, что много занимает. Но туда пройти не так удобно, как был раньше. Так. Еще я сейчас купила обновить вот эти плейсматы. У меня вот такие розовые сейчас. Вот. И у нас вся кухня такая бежевая. И я захотела сюда тоже бежевые плейсматы. Сейчас эти постелю. А вот те отмою. Они уже запачкались. Их хорошо промою. И уберу до следующего времени, когда мне надоедят бежевые. Потом опять буду розовые стелить. Так. И показываю вам новые вот эти вот плейсматы, которые я постелила. Бежевого цвета такого коричневатого. Я бы сказала кофе с молоком. Единственное, они пока еще не отлежались. Я на них сейчас поставлю что-то такое тяжеленькое, чтобы они выровнялись. Вот этот вот уже выровнял немножечко. Вот. А то розовые немножечко уже поднадоели. Теперь вот так выглядит наш стол. Немножко обновила его. Как вам? Пишите в комментариях. Вообще вы используете плейсматы? Или может быть скатерти обычные? Либо вообще ничего не используете? Никак не защищаете стол? Пишите в комментариях. Юрик. Юр. Юра. Ты что, выкобиниваешься? Он прыг-скок. Поцелуй Алиску. Поцелуешь Алиску? Поцелуешь Алиску? Ну-ка. Ой, молодец. А она тебя поцелует? А я... Мальчик мне не кинет. Чего? Что-то мальчик. А я меня... Мама, мальчик тебя научил. А, понятно. В садике? В садике. Понятно. Ну, давай, бери, бери. Давай, как ты берешь ее? Давай, покажи мне, как ты. Давай, Алису сюда. Ой, Юра взял Алису на ручки. Такое лицо сделал. Поцелуй, поцелуй ее теперь. Ой, молодец. Твоя сестренка, да? А как ее зовут? Я забыл попить. Забыл попить? Как же так? Юра. Юра звездового канала. Да. Чья ложка? Это моя ложка. Мальчик, мальчик. Мальчик, мальчик. Высыпь. Давай. Мама, бери. Ну что, Алису с собой забираем? Или оставляем Вике? Вике давай. Вике оставим. С собой не будем ее брать? А что ей так? Она будет плакать, думаешь? А ты себе домой хочешь маленькую такую? А, Юр? Хочешь себе маленькую такую домой? Саша, он больше не слышит. Это провокационный вопрос. Не хочешь? В наш доме, кроме нас, никто больше не поместит. Даже такой маленький человек. Юра. Саша с Юриком уже от нас ушли. И я думаю, что нам пора уже заканчивать этот влог. Он получился достаточно длинный. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы меня смотрите. И я знаю, что у меня очень много опытных мамочек есть, которые меня смотрят. У меня недавно вышло видео, что нужно новорожденному. Переходите туда, обязательно пишите в комментариях, что еще бы вы добавили в мой список. Ну и спасибо вам, как я уже сказала, за то, что вы меня смотрите. Пишите комментарии. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok